здравствуйте друзья вот вопрос у нас здравствуйте михаил посмотрела несколько видео от блогеров живущих сша на тему медицины в америке до большая тема мнение касательно дороговизны совпадает у них всех а вот мнение о качестве диагностики и лечения отличаются до крайности кто-то говорит что не выжил бы будь он в другом месте в момент болезни а кто-то сетует на неспособность диагностировать элементарный недуг возможно тут сыграл вездесущий человеческий фактор никуда не денешь да вот филарический фактор но все же очень хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет возможно вы могли бы поделиться вашим опытом или опытом вашим знакомых ну а чё же поделимся а как же давайте сначала о дороговизне значит тут понимаете сложность какая когда все подряд говорят о дороговизне медицинского страхования медицинского обслуживания меня это немножко удивляет потому что есть люди которые понятия не имеют на сколько чего стоит вот он работает на работе ну вот где то я не знаю где и у него там страховка значит разные есть планы есть такие где покрывают сразу всю семью есть такие где покрывают бесплатно покрывает работника и скажем половину компания платит за семью а вторую половину он должен там доплатить стоимость страховки зависит от возраста значит если ты молодой совсем но достаточно молодой там у тебя господи что она там стоит вот с возрастом он становится дороже дороже и дороже есть планы индивидуальные есть планы групповые значит опять индивидуальные планы молодым недорого стоят значит корпоративные планы там замешивается все как бы в один котел поэтому те кто постарше платят меньше потому что есть люди которые значит молодые и они уравновешивают то есть они своими деньгами как бы позволяют меньше платить тем кто старше но еще раз это все-таки в значительной степени спонсируется предприятиями поэтому когда люди говорят в один голос что страхование медицинское обслуживание дорогое это говорит о том что все эти люди которых мы слушали это люди которые не работают в каких-то мало-мальски существенных корпорациях где есть нормальные бенефиты и так далее так что безусловно в связи с удорожанием вот этих медицинских бенефитов все меньше и меньше компании могут позволить себе давайте сотрудникам покупать сотрудникам оплачивать сотрудникам хорошие нормальные там существенные бенефиты я могу сказать что 15 лет назад страховка на семью у нас тогда много было ребят приезжали по рабочим визам вот страховка на семью из трех человек мне как корпорации стоило 600 долларов в месяц и эти 600 долларов покрывали всех членов семьи раз без какого-то дедакта было два то есть это было просто ног так как коммунизм такой буквально это стоило 600 долларов на семью они были относительно молодые ребята ну то есть скажем ну 3032 там да вот такого плана значит сейчас я за себя одного плачу тысячу долларов в месяц прошло 15 16 лет ну конечно я постарше там и все такое это не то там как когда тебя под 60 это не то же самое когда тебя под 30 но но все-таки там целая семья была здесь я один вот так что дорожает и возвращаясь к ценовой таскать ситуации я я хочу сказать что это не все блогеры но или скажем так может быть среди тех блогеров которых вы смотрите просто ребята которые относительно недавно они еще как-то так вот не устроены в этом смысле я бы я вас уверяю что если бы вы поговорили там скажем с теми кто работает в корпорациях каких-то таких нормальных они бы вам сказали может что-то другое хотя еще раз ухудшение заметно это это видно безусловно это ведь видно что корпорациям все все тяжелее становится и корпоративные планы становятся хуже это это правда значит теперь что касается диагностики лечения там и так далее здесь очень сильная хирургия и как бы ну даже люди у которых там достатка никакого нет совсем бедные там или что-то вот я помню знаете что когда мои родители приехали это было 20 с небольшим лет назад и у моего отца значит сразу они там обнаружили что у него забиты сосуды там сердечные и ему через месяц после приезда вот сделали там поставили шунты на четыре сосуда байпасы как у нас тут называется значит вот ему сделали 4 байпаса в клинике стэнфордского университета там где в госпитале там где делали первую операцию на сердце когда-то и ни копейки не взяли за это собственно него и не было но это не было помехой к тому чтобы взять и сделать ему там эту операцию вот поэтому у него правда была страховка это правда страховка там что-то заплатил за и но доступность определяется тем что человек есть у него ничего нет вот тебе страховка фактически бесплатно и вот она за тебя там оплачивает какие-то вещи поэтому здесь сильные хирургии и люди чудеса творятся а через несколько лет я помню президенту ельцину чтобы сделать вот такую же операцию в германию возили я тогда думаю надо же вот значит что касается плохой диагностики неспособности поставить там какой-то диагноз или что-то и так далее значит зачастую вот эти схемы по удешевлению стоимости медицинского обслуживания они напрягают вот я помню у нас как-то была такая страховка называется кайзер перманент где работал в какой-то компании у нас там была такая страховка и вот мы звоним и там ребенок там болеет надо хотим увидеть врача нам говорят секундочку сбрасывают на там медсестру какую-то она начинает по телефону вы спрашивать там что чего и говорит дальше пойдете там туда ты купите такое вот лекарство и так далее то есть даже не было возможности врача увидеть в той ситуации в которой мы привыкли видеть врача то есть в москве бы в советское время я не знаю как сейчас участковый врач просто пришел бы к тебе домой еще не надо даже было и в поликлинике ходить но но во всяком случае вот как бы да а очередь если хочешь врача увидеть там на месяц тебя поставят или что-то такое то есть зависит еще сильно от страховки нужно значит бывает что врачи это они работают по каким-то схемам и схема позволяет врачу не нести ответственность если что-то случилось если что-то случилось не обязательно объективно случилось допустим там ампутировали что-то лишнее пойти нет но пациент недоволен у него что-то случилось и он считает что ты из-за того что вот тот врач ему там что-то не вовремя там или кто-то ему говорит что это так получилось и пошли судиться то есть ты может быть самым лучшим врачом это не значит что не будет недовольного человека поэтому врач работает по каким-то вот схемам которые делают его работу безопасной ну хорошо значит какие-то какие-то болячки которые человек привык вот привык в той стране где он жил раньше что как-то вот они вот так решаются они здесь решаются по-другому и дело не то что там врач не способен дело в том что ты может быть пошел не к тому врачу или может быть ему плохо объяснил там или что-то диагностика она здесь хорошая здесь берут анализы там она анализы легко вот абсолютно любые какие хочет тебя с удовольствием тебя врач пошлет на анализы они любят посылать на анализы чтобы картинка была в делать и пришьют это все и так далее то есть с анализом проблем нет диагностика вам может не нравится как с вами поступил врач я это часто вижу что вот люди которые приезжают откуда-то им им это не нравится поэтому значит если вы хотите чтобы вам нравилось значит так же как вы поступаете с едой например найдете в там в русский магазин и купите себе там селедку с черным хлебом значит выберите себе врача который с таким прошлым похожим до аналогичным и пожалуйста они есть эти врачи и мы как бы с удовольствием там пользуемся услугами там и хотя нам нам собственно без разницы у меня половина у меня половина на половину допустим мой эндокринолог американский врач а допустим там дантистами этом русский значит но если вам хочется если вам это ближе вот у нас когда появилась внучка и мы нашли ей женщину там лет ну не знаю 50 московский врач хороший такой добротный она там в москве лет 20 поработала тебе в америке там и так далее значит но это был тот врач которого нам хотелось вот-вот найди там а до этого значит у нее была какая-то ну от молодая относительно женщина лет 30 китаяночка которая стэнфорд как вот мои дети они там стэнфорд закончила но она ставила диагноз не не слушая ребенка она смотрела на него с расстояния двух метров и говорила а это вот это и выписывали рецепт вот и может быть она по-своему как-то даже и права я не знаю я я не берусь судить но когда ты приводишь ребенка маленького к врачу и он даже его там не посмотрел не послушал ничего так глянул на него и где-то вот это вот такая там проблема значит нас это сильно напрягал просто в силу нашего воспитания как бы да поэтому я думаю тут много с много субъективного в оценке но но конечно тут как бы другая медицина как бы другая я слышал такую фразу когда только вы приехали страну а что вот тут терапия она какая то никакая а вот допустим хирургия сильная а вот вот той терапии которой мы привыкли как будто ее здесь нет здесь есть такая манера например антибиотики выписывать с полоборота там чуть что сразу бах антибиотиками бывает ребенка там год а он уже там три раза антибиотики ему давали кололи там я не знаю в общем есть такие вещи которые нас в той традиции в той культуре выросших удивляют но вы можете нарваться на не очень компетентного врача наверно может можете нарваться на равнодушного легко но в этом же и смысл как бы умение пользоваться системы вот есть некоторая система вы можете нарваться на равнодушного врача или некомпетентного там не очень компетентно абсолютно в любой стране мира но здесь вы можете выбрать врача который вы выходите поэтому вы я не знаю там по рефералам по рейтингам там на рейтинг рейтинговых сайтах там еще как-то вы выбираете человека сейчас очень много мест где люди пишут свои отзывы о сервисе вы можете сознательно выбрать что-то что вам подходит я например когда страховку покупают я спрашиваю врача у которого обслуживать я вас прошу как вот вот мой список страховок вот какую какую ты хочешь чтобы я купил какую ты берешь потому что он может я могу купить страховку который там врач не принимает а я хочу быть у этого врача и хорошие врачи обычно но переборчивых страховках которые они принимают потому что бывают такие страховки которые врачу меньше платят а есть такие которые больше платят поэтому за одну и ту же работу человек предпочитает получать больше денег если у него есть возможность выбрать клиента то есть я думаю что в значительной степени вот вот эта проблема связана с тем что люди но просто должны привыкнуть к новой системе научиться ей пользоваться с одной стороны и с другой стороны это вопросы здоровья понимаете и вы болезненно переживаете мы все болезненно переживаем когда что-то там лечили не долечили что-то такое произошло и мы сразу переносим это на всю систему американскую там еще на что-то ну это другая система другая так что я бы не стал этом как-то хаять там или что-то она доступная то есть надо надо научиться пользоваться так чтобы она была тебе доступной то есть вот не то что ты стоишь на углу тебя каждый раз подходит и говорят скажите вы не хотите полечиться тут может вам бесплатно там чем-то отрезать того ли что-то такого нет но когда вы начинаете понимать есть период адаптации когда человек должен научиться жить вот в этом в этом обществе пользоваться вот этим автобусом это что же вот допустим первый раз поехать на автобусе на если вам никто не показал ничего это тоже задача которую надо решить в общем она может быть сильно отличается от того как вы раньше это делали и так далее там пойти в магазин найти нужные продукты а ты не знаешь где они лежат но проходит время и ты начинаешь понимать как как устроена система там распространение продуктов там по магазину и ты начинаешь соображать что полочка которая на уровне глаз там стоит товар который дороже чем практически такой же который стоит на полочке ближе к полу может быть два раза дороже хотя он в принципе ничем не отличается просто доплатила компании чтобы поставили на более высокую полку поэтому ты платишь за это больше денег что стоит на этой более высокой полке и так далее так что вот я бы это отнес к этой части спектра счастливо